В управлении секция проходит конференция школьников. Наши ребята могут принять участие. И выпускники или учащиеся в техниках тоже могут принять участие. Пожалуйста, еще одна информация. Но нужно посмотреть, зайти на сайт и посмотреть ближайшие, когда или в апреле. Точно, пока еще, по-моему, не утверждена дата. Потому что сейчас каникулы, как у нас отзади директоран, я настолько понимаю, и в разных школах иногда не совпадает каникулы. По срокам весенние и осенние. Мы стараемся, чтобы большинство хватит. Нужно просто следить за объявлением на сайте, когда будет очередной день открытой двери. Но это апрель. Ноябрь – апрель. Спасибо. Так, а есть вопросы? Еще какие-то. Задайте, пожалуйста, вопросы. Так, Лыскова. Санкт-Петербург, 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 Санкт-Петербург. С Лыском мы начинали. У нас были филиалы. Когда было еще не запрещалось, то есть мы с Лыском самим первым, когда начинали, это были филиалы инженерно-экономического факультета. Мы приезжали, читали лекции. Ребята непосредственно на базах учебных площадях техникумов и Лыскова, и Шахуни, и Чкаловск, и Сосновская, Кутерлино, Лукоянов одно время, особенно экономическое направление. То есть мы потом пришелся в школе, нам эту деятельность запретили. То есть мы хорошо знаем и расположение, и возможности этих учебных заведений. Поэтому очень долго, тесно сотрудничаем. Кого еще? Семен, естественно. Да. Ирина Запорская. Ирина Запорская, да. Сам последний. Вот такие. Отличные. Да. Ну, не пособенно с Сардатом. Сейчас на связи. Работки тоже идет за медицинские, да? Семесхозяйство. Так, ну что, друзья, я считаю, что если нет вопросов больше... Здесь, в рамках подработы, то, что нам рассказали. В рамках центра, то есть эротическое, белорусское, дополнительное образование. По технике. Потому что база, как я вижу, хорошая. Потому что современная техника, обучение идет, как построено. Они работают на технике. И мы просто смотрим. Просто стоять на площадке. Они, значит, вот вы... Мы проводим практику в форме студенческих строительных отрядов. У меня, конечно, есть презентации. И я мог показать. Вот те награды, они же не случайно даются. Мы выбираем базовое предприятие там, где как раз и есть эта техника. Вот, не случайно, значит, стартовал сначала международный студенческий отряд в Сеченовом. Мы с седьмого года с Сергеем Николаевичем Качкуровым. Это земля сеченовская. Там у них и классовская техника, и в том числе есть техника Гонсельмаш. И даже Одинакрос есть. Но в основном у них импортная техника, именно классовская техника. ОНИВА, Лысковского района. Вся техника Джондел. Вся линейка. И там даже проводили областные и всероссийские семинары гостехнодзора. То есть у них также закрыты навесы. Мы однажды приехали к нашим ребятам, а там как раз такой семинар проходит. Сочинительно. Вот. Еще Макарин сам в то время руководил, то есть этим предприятием. Наш выпускник из нашего уже инженерного факультета. Следующая база, это у нас Глубцентральный, Кстовский район. Это Даня Константинов, колхоз «Мир» и агрофирма «Агросфера». Они раньше относились к «Агротрейду». Это сейчас компания «Национальная». Крупнейшая российская компания. Поэтому мы с ними давно сотрудничаем. Это, значит, больше Болтинский район. И Пушкинская, и Черновская, где наши ребята работали. В Починковском районе агрофирма была имитирована, потом встала «Колос». В Первомайском это «Агросфера», «Агроальянцы», «Агроальянцы» это Шутилова. Очень много мы взаимодействуем с агрофирмой «Металлург». У нее компания, значит, в дочернии находятся три. Значит, это, значит, в Бачском районе. От Векса. От Векса, значит, одно хозяйство в Сатновском районе, одно в Арзамасском районе, одно в Ардатовском районе. И вот во всех районах наши ребята взаимодействуют. Были отряды и в Новодмитриевке, и в Новоселках, и, значит, Яков? Нет. Яковцев. Яковцев. В Вачский район. В Вачский район, да. Яковцев, да. В этом году. Перспектива. Их объединили сейчас в Перспективу вместе с Новоселками в одно хозяйство. Возрождение называлось хозяйство, да. И там, кстати, вот снимали тоже, телевидение приезжало, значит, и в Нивель снимали, и там в Новоселках снимали, и в Яковском снимали. Были передачи на телевидении на работе наших ребят. В Богородский район. В прошлом году нового партнера, очень шикарного, хорошего получили в ЛИСЭ. Вот это предприятие из Богородки. Да, шикарное предприятие. Тоже занимается семеноводческим, картофельным, производственным, зерноводческим, направлением посторонним. Вот. Мы выезжали, смотрели, хорошую базу предоставляли. Ведь сложности еще в чем? Предприятие должно и не только трудноустроить ребят, а обеспечить нам и то же желание, и трехразовое питание, и как минимум ребят. Это дополнительная, конечно, затрата. Но поэтому мы и выбираем такие предприятия, которые могут вот так организовать практику. А новинки давно уже практических нет. Ну как новинка? А близость к городу давно уже все земли раскуплены и обанкротятся. Поэтому там же строится вон Йокский берег и каких там только это. У нас немножко еще осталось и функционирует пока, но не удалось нам оформить землю. Это опытный участок, опытный поле, агрономический факультет. Они там закладывают, проводят. Ну и в том числе, сейчас очень активно в центрах, вот здесь вот рядом, селекция, Ксовский район, тоже взаимодействуют. Потому что, кто знает, сегодня нам разрешают там сеять, а завтра, так скажем, все или нет. Да, в центрах тоже проблемы большие, потому что там такую развязку сделали, поэтому поля находятся на одной части, и переезжаете вот через такую трассу. Оживленную трассу. Надо с ГАИ, с ДПС, все согласовывать. Большие-большие проблемы. Поэтому есть, но они трудятся. Также плат в Российской Академии, Академия наук, так как у них сейчас продолжает работать, поэтому науку закладывают опытные участки, где-то наши на практике. В том числе и агрономные, не только для инженера, но и агрономные. Мы очень удивлены, пожалуйста, еще предприятия по приработке сельскохозяйственной продукции. Но вот в рамках достаточно близкой до 110 к городу, мы хотели бы в следующую сессию просто посетить одно-два таких предприятий. Просто Ваш совет, Ваш рекомендация. где они это другой в пути работе мы все поставляем женен и поэтому больше больше владеем этой информации но я хочу сказать одно практика вот насколько я помню это вот но здесь значит очень интересно в рамках вот как раз заседание совета делового сотрудничества так как мы были в ассенции городе значит район и мы были значит как раз в городце там шикарные тоже предприятие и вот вся молочная продукция когда представители белорусской делегации не на вам это директора этого предприятия пытали то сейчас молоко оценивается не только по жирности но и по другим очень важным критериям содержание я к сожалению биолог не владею мы не будем думать что требования все-таки на этом предприятии выше чем по беларуси нам сухого молока не предлагайте у нас мы и сами производим мы можем просто на этом предприятии уже есть постоянные закрепленные поставщики как городецкого района так кавернинского района и с помощью этого предприятия но сначала просто оказывали финансовую помощь на приобретение современнейшего оборудования поэтому вот прежде чем отправить на новые предприятия они сами проявляют качество молока по десяткам параметров и просто в дороге ничего с молоком не случится когда современная техника которая обеспечивает сохранность молока и уже когда не было у предприятия такой возможности они отправили молоко и что им сказали то есть у них возможности не было самих проверить а столько соответственно там где им залезли какие-то показатели на поживность ситуации она значит поэтому случайных людей там не что-то я походу фермер с какой-то бочкой молока и привезут если по сюда причем них есть значит новые полностью автоматизированные предприятия люди конечно проходят работники специальные вы сами значит попасть туда а вот эксплуатия у них сделано на втором этаже стеклянная стена из второй этажа можно понаблюдать как происходит эти технологические процессы у них дегустационный зал вот там дегустационный зал и в то же время вот они могут показать и посмотреть а больше никуда не надо еще добавлю тогда василий вас еще не даст собрать потому что мы буквально совсем полтора недели назад ездили в кавернинский район у нас очень хорошие так скажем связи с этим хозяйством это премзавод имени Ленина кавернинского района уже не первый раз мы туда выезжаем и нас встречает там просто прелестно и дают хорошую экскурсию во-первых у них переработка и означал молока цех мы нас допустили посмотрели у них прекрасные там технолог который полностью так четко нам все рассказал вот так в том числе они творог там дело делают и различные различные другие снасти молочные естественно дают попробовать после того после экскурсии значит мясной цех тоже у них уникальный и конечно же вот оборудование которое там находится к сожалению в россии не делают поэтому это импортное но по последнему знаку так скажем тоже очень здорово каких только ассортимент просто широчайший вот но и вам будет очень интересно еще познакомиться с тем что там у них делают хохламу потому что нас тоже пригласили в цех непосредственно где где-то здесь роспись до порядка наверно 12-14 мастериц прекрасно то есть выполняет роспись она отличается скажем от городецкой и у них музеи краеведческие кстати богатейший музей правда сейчас он находится в старом здании но они уже готовы скоро предоставят новое здание то что там у них чуть ли не склад но очень богат очень широкий с точки зрения хозяйственной техники той которые самодельной даже борны там как какие специально но и конечно же представлена фауна но естественно конечно больше о по хозяйству по истории хозяйства вот просто замечательно и то есть естественно у нас мы доехали и до до фермы них сейчас большой на на 200 на 200 коров комплекс на 100 еще на 100 но вот договоренность с губернатором приезжал и они показали площадку которые готовы и вроде бы состоялось подписание договора что там на базе будет построен еще на 400 честь заголовок приблизительно поэтому база будет расширяться безусловно значит а что касается вот если я еще не назвал наши партнеры это 7 птицефабрик у нее тоже очень много компаний которые выращивают зерно в том числе вот и значит земля сеченовская чернофровидов это большеболдинский район мы в этом значит мы размещаем на практике вот два ближайших у нас это в губ центральный 7 здесь станция селекция или птицефабрика городском районе ремарку позвольте ремарку сейчас еще пока вопрос так павловская тоже наши студенты туда ездят там хорошая переработка ну там уже переработка там производство колбасы и разные продукты для детского питания если съем это яйцо в основном это их основное направление вид деятельности то павловская это переработка мяса мы тоже давно с русским полем работаем в прошлом году у нас были здесь мы как проводим вот в плане трудоустройства ярмарковые вакансии для всех участников а вот для них мы даже сделали отдельный день именно посвященный был павловской птицефабрике во всему русском поле вот и и там также руководители все наши выпускники инженер и инженерные факультеты другие факультеты поэтому то есть руководители все выпускники как правило все эти базы в предприятии что мы представлялись наши выпускники нашей академии и здесь тоже видим выпускников нашей академии конечно они ваши ваши не учатся сейчас еще у нас некоторые мастера преподаватели приехали к вам сейчас на сессию вчера встречался с одним из больших мастеров я хочу добавлять внимание значит если у нас по этой аудитории по этому вопрос еще есть очень хорошие я хочу сказать дальше у меня есть вопрос по белорусам все вот нижегородцы да если кто здесь есть вы знаете прекрасно что белорусы сегодня очень хорошо подкармливают Нижний Новгород и проводятся регулярно на нашей ярмарке если вдруг мы попадем в следующую сессию проходят замечательные ярмарки продажи выставки товаров сельскохозяйственного производства нас Белоруссия не оставляет без внимания они очень доброжелательно кормят нас продукцией просто очень высокого качества вкусную это в рамках как раз содружества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь поэтому они проходят регулярно эти наши выставки и ярмарки здесь на нашей Нижегородской и не только здесь я знаю что они проводят также и в Арзамасе и в других крупных таких населенных пунктах тоже приезжают это есть это в рамках как раз доработающего содружества то есть видите вот какой практический полезный для нашего населения да вот такие разносторонние контакты ну а самый большой проект я вам еще наверное может Америку не открою это работа нашего научно-исследовательского института которые атом-энергопроект для них заработали сейчас строится в Беларусь а очередная атомная станция это самый крупный финансовый проект дорогостоящий между нашей областью и правительством Республики на следующий год она должна вступить в строительство или конец 19-го или начало 20-го поэтому самый крупный такой проект в рамках этого сада дорогостоящего вот но я хотел бы что еще вопросы есть мы запланировали вот как Владимир Викторович сказал он видит там свещение немножко не затянулось но нам присоединится значит посещение сегодня у нас класса Россельмаш посещение музея инженерной службы но мы не только сухие технологии близкие к металлу но есть у нас уникальный музей руководителем который является Александр Александрович Пасин единственный в области музей творчества Есенина Есенинская деревня приглашаю посетить если у вас время есть я думаю что Александр Александрович с удовольствием расскажет и покажет экспозицию этого музея поэтому если здесь мы все закончили работу спасибо за ремарку